Дербент Бестужев Марлинский, Дюма Старший и многие другие Здесь проходил Великий Шелковый Путь И здесь крепость, которая ни разу не была взята штурмом Цитадель Нарын-Кала Цветок граната здесь и по сей день считается одним из самых красивых С ним связано много женских имен Возможно, именно поэтому слово Нарын, что в переводе с персидского нежное Красивое, изящное и гранатовое Вобрало в себя название крепости Что на персидском Кала Находившиеся в цитадели были надежно защищены 20-метровыми стенами И могли жить несколько месяцев Запасов воды и еды было предостаточно И только хитрость врага или предательство соотечественника Могли открыть ворота города, обитые дамасской сталью На территории расположено много жилых и технических помещений Ханская канцелярия, гауптвахта, подземные зинданы, уникальная ханская баня И многие из них по сей день хранят в себе загадки Одно из самых загадочных – это крестово-купольное сооружение По последним исследованиям это водохранилище Есть даже трубы, по которым поступала вода Но почему строение в виде креста и для чего стрельчатые своды и купольный верх? Ниже имеется еще одно водохранилище, и оно прямоугольное Хотите еще вопросы? Куда делся дворец хана с внутренним двором? И, внимание, чей профиль зашифровали строители в стенах на рынк Калы? Ответы на эти вопросы, возможно, вы найдете только здесь Приезжайте и соприкоснитесь с тысячелетней историей Дербента Особое значение для дербенцев в Средние века имели бани До наших дней сохранилось шесть построек Помимо санитарно-гигиенической функции, они служили местом, где можно было обменяться новостями Отдохнуть и провести свободное время Каждая баня имела свое предназначение и название Были бани мужские, женская и девичья Последняя была предназначена для омовения молодых незамужних девушек Баня уходит под землю на глубину более двух метров А освещалось помещение через отверстия в куполах и сподах В бане отмечали знаменательные даты Проводили свадебные обряды В назначенный свадебный банный день Невеста под музыку в сопровождении женщин со стороны жениха и невесты Подруг и родственниц Отправлялась в баню, где ее мыли, красили, наряжали в шелковые платья, зажигали перед ней свечи Родственницы жениха и невесты пели песни с пожеланиями молодоженам Танцевали, веселились и угощались сладостями По завершении обряда невесту провожали домой После замужества она уже мылась в женской бане Особый интерес этой бани составляет система отопления и обогрева воды Каким образом в бане 18 века На глубине более двух метров под землей Функционировала система теплого пола Как была организована система подачи горячей и холодной воды И зачем незамужние девушки после омовения бросали монеты в бассейн Ищите ответы здесь, в музее культуры и быта древнего Дербента Прикоснувшись рукой к истории А это очень интересный и монументальный памятник архитектуры Армяно-Григорианский храм Архитектура имеет крестово-купольную композицию Где главный сводчатый купол держится на четырех каменных столбах Здание храма построено из чистого дербенского ракушечника С множеством арочных и сводчатых куполов Строительство было начато в 1860 году И длилось 11 лет Но церковная служба проводилась не более двух десятилетий Сколы от пуль на внешних стенах храма Свидетельствуют об ожесточенных боях во время гражданской войны В годы которой здание было частично разрушено И использовалось в качестве хранилища Позже здесь расположился городской автовокзал И только в 1970 году начались реставрационные работы Ныне здесь музей ковра и декоративно-прикладного искусства Но и этот памятник хранит свои тайны Обратите внимание на колокольню перед входом в здание Каким образом звонарь добирался до колоколов Если лестницы нет даже изнутри А человек, который спроектировал этот храм Не был архитектором и оказался в Дервенте Совсем не по своей воле И какая связь между ним и основателем школы русских востоковедов Мирзы Казенбека Ответы вы найдете только здесь Этот интересный дом в верхней части Дербента В начале 19 века принадлежал зажиточному местному жителю Кулибеку Но в историю этот дом вписал совсем не он А ссыльный, попавший сюда за участие в восстании декабристов 1825 года Этим ссыльным был Александр Александрович Бестужев-Марлинский Прибыл он сюда в 1830 году И пробыл здесь 4 года В этом доме он написал самые прекрасные Самые лучшие произведения Амалат Бек, Мулла Нур, Страшные гадания, Письма из Дагестана Бестужев в короткий срок в Дербенте овладел персидским и тюркским языками На котором и разговаривал с местными жителями А они называли его Искендер Бек Знакомые знали, что в России его повести печатаются И от них все в восхищении Что их ценит сам Александр Сергеевич Пушкин На Кавказе он познакомился с простой русской девушкой Дочерью погибшего унтер-офицера Ольгой Нестерцевой Молодые полюбили друг друга, и она стала его невестой Но несчастный случай, произошедший в этом доме, оборвал жизнь девушки Он похоронил Ольгу на христианском кладбище Заказав местным каменщикам-ремесленникам надгробие по собственному эскизу К сожалению, памятник не сохранился Нашли всего лишь этот камень, на котором выбита роза, сломленная молнией И слово «судьба» Дело смерти девушки приняло большую огласку на всем Кавказе Были распущены слухи, что Ольга была убита Бестужевым из-за ревности Но показания девушки перед смертью оправдали его Так что же произошло в тот роковой вечер, когда девушка оказалась в его доме? Что сказала Ольга перед смертью следствию? Что уберегло Марлинского от тюрьмы? И какое имеет это отношение к Александру Дюма-старшему? Ответы кроются в стенах этого дома Ныне музея писателя-декабриста Александра Александровича Бестужева-Марлинского Музей боевой славы Место, где хранится память о героях войн разных периодов Музей, который и по сегодняшний день пополняется историями о подвигах людей, ставших на защиту нашего Отечества Отдавая дань памяти павшим в боях за Родину Дербенцы и ветераны Великой Отечественной войны проявили инициативу в создании этого музея Огромный вклад внес и преподаватель Огнинской школы Краевед и заслуженный учитель Дагестана Георгий Алексеевич Малкин Он со своими учениками вел поисковую работу Разыскивал ветеранов 345-й Дагестанской стрелковой дивизии Организовывал встречи с ними как на нашей дагестанской земле, так и на земле Севастополя В 26 витринах музея размещены экспонаты, посвященные подвигу, мужеству и доблести дербенцев в годы Великой Отечественной войны Участников локальных военных конфликтов в советские и постсоветские периоды А также отражаются основные исторические события и сражения в хронологическом порядке Музей «Боевая слава» расскажет вам о истории, которую нельзя изменить Которую нужно помнить с болью в сердце и огромной гордостью за людей, подаривших нам мирное небо над головой Дербент расположен в уникальной природно-климатической зоне Где горные ландшафты плавно переходят в прибрежную равнину, омываемую Каспием Теплый, умеренный климат, наличие гор, лесов, степей и рек, впадающих в море, послужило идеальными условиями для обитания самых разных птиц, животных и растений Например, полезно знать, что по факту Каспий — это огромное, уникальное и единственное соленое озеро на планете Но акул здесь нет, так как Каспий не имеет выхода в океан Зато здесь самый большой запас осетровых и крупный нефтяной шельф Животный мир Каспия представлен более 1800 видами морских обитателей В Каспийском море зарегистрирован 101 вид рыб Через Дагестан мигрирует большое количество птиц Цапли, пеликаны, лебеди и даже розовый фламинго Путешествуя по горам, можно встретить коренного жителя Кавказа — дагестанского Тура Который обитает на высотах от 800 до 4200 метров над уровнем моря Не удивляйтесь, если на этих высотах сверху за вами будут наблюдать орлы и грифы, занесенные в Красную книгу При Каспий богат своими лесами Здесь находится единственный в России субтропический лиановый лес В Дагестане произрастает большое количество лекарственных растений Такие как мята, ромашка, чебрец, зверобой, календула А если глубоко копнуть, можно найти древний аммонит, горный хрусталь и другие минералы Приезжая в Дагестан, каждый путешественник должен обязательно ознакомиться с богатейшей природой До этого в Дербенте функционирует уникальный музей «Природа при Каспии» В пяти разделах музея собраны удивительные образцы местной флоры и фауны Ну а что здесь делают герои русских сказок Заяц, волк, медведь и лиса Вам тоже расскажут в этом музее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин